В эфире программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает вице-спикер ОЗС, сопредседатель Кировско-регионального отделения Общероссийского народного фронта Роман Титов. Роман, добрый день. Добрый день. Давно не виделись, не слышались. За это время много воды утекло, много всего происходило. Поэтому, думаю, сегодня мы обменяемся новостями. Рад всем. Да, я уверена. Начнем с перевозчиков. Это тема с сегодняшнего дня, злободневная, поскольку СМИ, естественно, написали, что уже с января месяца мы можем увидеть повышенную плату за проезд. Перевозчики обратились с просьбой поднять цену на проезд в комиссию по тарифам. И предполагается, что с 20 рублей она должна подняться до 33,5 и 34,5 рублей, где-то так. Понятно, чем мотивируют перевозчики такую свою просьбу. Это и необходимость обновлять автопарк. Это и отсутствие денег на нормальное топливо, о котором мы говорили все это и это. Как ты считаешь, оправдано ли такое требование? Вот, мне кажется, в этой истории есть три разных пласта таких. Хотелок и ограничений. То есть, первое, это, собственно говоря, хотелки. Конечно, любой перевозчик сенсорен в том, чтобы увеличить свою рентабельность, максимально увеличить, получать с перевозок деньги, и лучше, если деньги хорошие. Разумеется, всегда это будет мотивировано необходимости обновления автобусного, электролюбусного парка, переоснащением и прочее, прочее. Давайте посмотрим, у нас тарифы повышались, у нас много новых автобусов появилось на улицах нашего города. Боюсь, не очень. Поэтому, вот, это часто такие, туман войны, называется. То есть, вот, навести тумана и под этим туманом протащить выгодные решения. То есть, поднять тариф, ничего не делать. Второй момент. Это фактор, извините, там, субъективный фактор, социальный. То есть, 33 рубля. Как много людей перестанут пользоваться общественным транспортом после того, как этот тариф будет введен. Давайте просто посчитаем. У нас сегодня на рынке такси очень жесткая конкуренция. И пришло Яндекс.Такси, тарифы еще больше упали. Опустились. Опустились. И когда приходилось недавно ездить на такси, в силу того, что машина сломалась, мне таксисты говорят, знаешь, мы ощутили, люди начали, живущие в одном микрорайоне, нанимать такси. Потому что это стоит, грубо говоря, доработать, доехать 80-90 рублей. В складчину. В складчину, да. На троих, на четверых они это делят. То есть, это по меньшей мере сравнимо с тарифом на перевозки в городе. Уже сейчас. Уже сейчас. Только это более комфортный вид. И быстрый. И быстрый, да. Объехали где-то по дворам, где-то срезали, в тепле с музыкой доехали. Значит, третья составляющая, это составляющая, собственно говоря, А, да, вернусь к предыдущему. Ну, окей, там, вы повысили тариф, вы потеряете пассажиров. То есть, люди реально перейдут на более комфортные виды услуг. Третья составляющая, она реально, вроде бы, топливо дорожает, вроде бы, действительно, там, стоимость ПСМ за это время выросла. Но, мне кажется, в этой ситуации надо находить баланс между всеми этими интересами, чего перевозчики, к сожалению, либо не видят, либо не хотят видеть. То есть, вы поднимете тариф до 33 рублей, вы компенсируете свои затраты, вы потеряете деньги на снижение объема перевоза. И, мне кажется, такое резкое повышение, фактически на 50%, больше, чем на 50%, оно не может быть мотивировано ничем со стороны перевозчиков, то есть, кроме каких-то безумных хотелок. Правильно я понимаю тебя, что ты говоришь, что да, очевидно, что тариф, вероятно, должен быть поднят, потому что увеличилась стоимость, как минимум, стоимость горючей смазки. Реальное экономическое обоснование. А схемы раньше, ну, схемы могут быть разные. То есть, к примеру, там, тариф, примерно по тем же котельным, вот мы сейчас на ЗАГС Собрании очень в этот вопрос вникаем, по некоторым котельным, очевидно, стоимость тарифа, она безумная совершенно. Начинаем копаться, выясняется, там, есть хитрые лизинговые схемы. То есть, сами себе в лизинг продали оборудование, на период сдачи, там, за период сдачи это оборудование подорожало, и в итоге тариф возрастает. Вот здесь тоже надо очень березно смотреть и понимать, там, реальные мотивы и реальные обоснования, насколько выросло в цене топлива, какой объем перевозок. Может быть, можно сохранить тариф, но оптимизировав транспортную схему, люди будут знать, там, да, они смогут уехать не три раза в час, а два раза в час, но будет больше наполнения автобуса, и тариф сохранится прежним. Вопрос в том, что должен быть модератор этой ситуации со стороны, там, муниципалитетов, скорее всего. Вопрос такой, вопрос такой, очевидно, наверное, тебе тоже, что парк общественного транспорта оставляет желать лучшего в городе Кирове, если не сказать больше. Правда? На мой взгляд, так он просто страшный. Что делать в этой ситуации? Решить ли все тариф? Или, как ты говоришь, сейчас принесут воды, или, как ты говоришь, тарифа мало? Может быть, это человеческие факты? Может быть, это ошибки управления? Но ситуацию с общественным транспортом менять это нужно? Смотрите, мне кажется, здесь должна быть еще одна вещь, которой у нас, к сожалению, нет. Я буквально с утра сидел на работе с другой темой, с темой утилизации отходов, с темой отбоя регионального оператора, изучал федеральные законодательства. Там есть очень важная тема. То есть у регионального оператора, которым будет заниматься ТБО, должна быть прописана и ввест программы с четкими, конкретными понятиями, где, что, когда будет строиться. Так и здесь. То есть если у нас есть небольшое количество адекватных перевозчиков, которые хотят сохранить этот рынок, хотят работать на городских перевозках, давайте ставить в зависимость тариф и их инвест программу конкретную. То есть мы понимаем, мы подняли тариф на 3 рубля, но нас не прокинут ни муниципалитет, ни жители города. И за эти 3 рубля они не только импенсируют стоимость ГСМ, но, к примеру, обязуются обновлять парк автобусов на 5 единиц. Понятно, что это не предусмотрено законом, но это можно сделать в рамках таких общественных договоренностей. Ну, просто по понятиям справедливости. И вот если эта инвест программа будет, она будет, понятно, контролируема, и она будет мотивом для роста тарифа, это одна составляющая. Когда мы видим, что у нас все плохо, дайте нам денег, вот здесь мотива обновлять парк нет. Мотива повышать тариф тоже нет. Ну, что? Ну, повысили. А кто от этого выиграл, кроме самого перевозчика? Рынок работает не для перевозчиков, а рынок работает для жителей города, которые этими автобусами пользуются. Мне кажется, этой составляющей доступной всем, инвестиционной ее нет. И ничего обновляться не будет, если это не будет проговорено заранее. В том числе, возможно, на этапе конкурсного отбора перевозчиков, наша конкурсная процедура, вот там и две составляющие вывести в условия конкурса на отбор перевозчиков. Следующую тему хотела закинуть, которая очень важна, на мой взгляд. Вчера все с ним написали о том, что замминистра подозревает в коррупции, имеется в виду замминистра региональный, речь идет о начальнике управления охраной и использовании животного мира Министерства охраны окружающей среды Викторе Бушменеве. Все о нем говорят с разной стороны. Знаешь ли ты этого человека? Считаешь ли ты, что может присутствовать там действительно какой-то злой умысел и коррупционные составляющие в действиях этого человека? Я этого человека не знаю, ну, с исключением Инстаграма, где он всегда очень активно светился. Фотографии из леса, грибочки, дичь, всякие такие вещи, то есть некая медийная фигура. К сожалению, там лично не знаком, но, исходя из той информации, которая была в СМИ не только вчера, которая появлялась до этого, человек имел отношение к одной из крупных компаний в Кирове, которая занимается продажей охотничьих снастей, снаряжения и камуфляж. И поэтому, когда в качестве мотивов, которые были озвучены коррупционно, была закупка этих самых камуфляжей в аффилированной компании, то есть для меня здесь сама суть, сама суть нарушения, она очевидна. И здесь вопрос не личности человека, не его медийности, засвеченности, не того, что человек он хороший или плохой, а вопрос в том, был нарушение или нет. Вот судя по тому, что мы видим в СМИ, я, к сожалению, не знаю больше, что эти нарушения есть. Да, я знаю, что этот человек когда-то стоял за крупным магазином, работающим на этом рынке. И у меня было ощущение, что он с этим завязал, перейдя на какую службу. Это требуется, собственно говоря. Я, вы знаете, там сам месяц не заступал на государственную службу, то есть хотя фактически имел такую возможность, до того момента, когда я не закрыл ИП, которое у меня с древних времен болталось, то есть никогда по нему некуда деятельность не вел, то есть было это сделано в свое время и стало ненужным. То есть пока я не совершил закрытие ИП, я не подписывал документы о приеме на работу. То есть я вижу, что надо соблюдать закон. Если здесь человек продолжал, грубо говоря, заниматься бизнесом и работать на службе одновременно, и еще совершать сделки с интересованностью, ну это глупо было так делать просто. Это неправильно. Ну, надо сказать ради справедливости, что Виктор Пешминев известен как очень яростный борец с браконьерством, и на его счету множество чиновников, в том числе высокопоставленных, которых он задерживал. Ну, слушайте, эти же высокопоставленные чиновники, они не заставляли его покупать камуфляж у аффилированной компании. То есть я эту версию вчера тоже читал. Ну, в силу того, что тема звонкая, тема интересная, там я в нее вчера постарался вникнуть, но ведь есть нарушение. Было обращение к прежнему губернатору, по-моему, из Афанасьевского района, охотников, которые не могут получить охотничьи лицензии в силу того, что раздаются, распространяются они совершенно не публично, хотя раньше это была публичная процедура. И вдруг вчера, там, опять же, в качестве одного из нарушений, это ограничение при раздаче лицензии, которое, как вчера звучало, опять же, на заседании правительства, распространяется среди близких людей. То есть обращение было весной. Сейчас, похоже, доводы обратившихся, они нашли свое подтверждение. То есть не замылилась эта ситуация. Поэтому, знаете, при, скажем так, всей легкости обвинить во всем неких чиновников, браконьеров из капитальных, которых поймали, ну, слава Богу, что поймали. Человек, значит, выполнял свои должностные обязанности, но с него это не снимает ответственности за другую сторону своих должностных обязанностей, в том числе за соблюдение антикоррупционного законодательства. Поэтому, правда, она здесь посередине. И, ну, конечно, это, может быть, такой моветон говорит, что все решит суд, но я этим моветоном воспользуюсь. Суд решит. А много ли таких подобных вещей мы можем ожидать в ближайшее время? Является ли это трендом в связи с приходом новой команды? Не думаю, что это является трендом, потому что трендом это могло бы являться, если бы с лета многие истории, которые известны общественности и связаны с предыдущей командой, вдруг начали бы обретать форму конкретных обвинений. Этого не произошло. То есть и здесь... Это частный случай? Это частный случай, да. Мы сейчас перейдёмся на короткую рекламу, после чего начнём с вопросов, которые вы, слушатели, оставили на сайте в разделе «Анонсы». Напоминаю, что накануне нашей программы каждый раз мы выкладываем анонс с фотографией нашего спикера, где вы можете задать ему любой вопрос. Продолжает с программой «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько и своё особое мнение сегодня высказывает вице-спикер областного законодательного собрания, сопредседатель Кировского рекотделения Общероссийского народного фронта Роман Титов. И вот, кстати говоря, вопрос, который пришёл на сайт от Антонины, касается как раз твоей деятельности в Общероссийском народном фронте. Почему-то она спрашивает, кто вместо вас остался в УНФ. Вы по-прежнему будете курировать работу отделения? То есть такое ощущение, что ты ушёл во веки веков, но оказывается, не так ведь, да? Как у нас принято говорить в организации, фронтовеков бывших не бывает. Я не ушёл никуда. То есть я оставил своё прежнее место работы руководителя регионального исполкома. Почему? Потому что сегодня я занимаю государственную должность и совмещать эти две работы невозможно. Вместо меня федеральное руководство согласовало достойного человека, координатора нашего по работе со СМИ, Валерия Олеговна Черемисинова. Это человек, который, может быть, была в тени, но её работу мы все видели в средствах массовой информации. Это до трёхсот публикаций неоплаченных, реальных, живых, о деятельности Народного фронта. Она участвовала в проведении мониторингов, она выезжала в поля. То есть это надёжный рабочий человек, грубо говоря, которого знают и в Москве, и в её принципиальности усомниться сложно. На прошлой неделе, в пятницу, у нас прошла ежегодная конференция, а до этого за несколько недель у нас состоялось заседание регионального штаба. Вот заседание регионального штаба, голосование в общем числе членов штаба меня избрали сопредседателем регионального отделения, потому что Андрей Олегович Черняев, бывший сопредседатель, сегодня министр здравоохранения, а у нас запрещено совмещение должностей в исполнительных органах власти. В законодательных этот запрет не действует, у нас и в центральном штабе тоже Станислав Сергеевич Говорохин, тоже Ольга Тимофеева, депутат государственной думы, занимающий государственную должность. Соответственно, я зашёл на эту должность, я по-прежнему взаимодействую с УНФ, у меня на столе на рабочем ЗАГС-собрании стоит наш флаг, я принимаю активное участие в мероприятиях. А это такой метод давления на коллег, флаг УНФ? Я и значок одеваю порой. И буквально во вторник я уезжаю в Москву, в понедельник, точнее уезжаю во вторник, буду принимать участие в большом ежегодном мероприятии, то есть это форум действий Народного фронта и съезд Народного фронта, то есть два мероприятия в один день с участием и федеральных министров, и Владимира Владимировича Путина. Поэтому продолжаю, надеюсь, буду продолжать. Я знаю, что на этом форуме не просто будешь присутствовать, но будешь активно работать, да, там секция, в которой ты являешься модератором. И это экология, это вопрос, который связан с тем, во что ты погрузился очень сильно последние там минимум полгода, это ТБО, твердые бытовые отходы и проблемы, связанные с ними. Расскажи немного, что будет. Действительно, я буду работать в секции экологии и защиты леса. Тема, которая, может быть, до недавнего времени была не совсем моей, но действительно я в нее занырнул. Занырнул вначале с позиции защиты интересов жителей Слободского района, это полигон Осенца. Затем я понял, что Осенцы это лишь частный случай одной большой истории. Ведь у нас действует, ступило в силу, частично ступило, частично ступило. В 1 января новой законодательной сфере утилизации ТБО. И вопрос не в одном полигоне, вопрос в том, какая будет территориальная схема, где будет строиться новое предприятие по утилизации отходов. Потому что цифры на самом деле страшные. У нас в Кировской области 80% отходов захороняются в окружающей среде, только 20% размещаются на полигонах. То есть захороняется в окружающей среде, может, такое сложное юридическое слово, но это значит, что это помойки незаконные, которые в лесах, которые у садовых участков. И вопрос в том, что с этим надо бороться, потому что иначе мы захолебнемся. В год производится ежегодно до 2 миллионов тонн мусора, из которых 300 тысяч тонн в Кирове производится. И если террасхема, которая сейчас разрабатывается, которую уже два раза не утвердили, она не предусмотрит все возможности для развития среды утилизации, мы с вами захолебнемся рано или поздно. И поэтому есть определенные вопросы, которые мы сейчас снимаем в взаимодействии с тем же департаментом экологии, вот Салла Викторовна, мы общались буквально перед эфиром. Албегова. Албегова, да. То есть есть вопросы, которые даже мы и подсказываем, потому что мы берем территориальную схему, а там один важный показатель, это увеличение количества населенных пунктов, в которых организован централизованный сбор и вывоз мусора. У нас в Кировской области на сегодняшний день 34% населенных пунктов только участвуют в этой программе. Все остальные, это те 80%, которые валят в лес. Я вдруг вижу, что по этой схеме мы до 2020 года увеличим этот процент на 0,6%. То есть ничего практически. Ничего. А ведь будет региональный оператор. У нас будет новая коммунальная услуга сбора вывоза ТБО. То есть при условии появления региональных операторов, при условии повышения тарифа, все равно будут валить в лес. Нет других планов у нас. И сейчас пошел разворот, потому что теросхема разрабатывалась при прежнем руководстве. Более того, это даже была изначально не теросхема, это был региональный проект по обращению с отходами, который разрабатывался начал на областные деньги в свое время каким-то московским НИИ, но в итоге сейчас приходится выворачивать это в другую сферу. То есть это ошибки, которые были сделаны не Министерством экологии, они были сделаны разработчиками этого проекта. А в Татарстане мы видим другую ситуацию. Там планируется, по-моему, к 2025 году 100% населенных пунктов охватить сбором и вывозом отходов. И когда мы с Аллой Викторовной на эту тему встретились, она тоже в шоке была от того, что эта цифра не растет. То есть это техническая погрешность выяснилась, но техническая погрешность, которая могла бы отразиться в целом на развитии схемы. И сейчас эти показатели будут изменяться. Потому что я сегодня буквально достал региональный закон наш Кировской области о подходах производства и потребления. У нас очень хорошо и четко в преамбле расписано, что у нас приоритет переработки перед уничтожением, уничтожение перед захоронением. Но в проекте террасхемы, который мы видим, у нас есть полигоны, у нас есть станции сортировки, то есть есть хотя бы разбор на вторичную переработку, но у нас не предусмотрено предприятие по уничтожению отходов. Сжиганию, например, да? Сжиганию. В то же время в Татарстане, просто террасхемы у них я хорошо изучил, у них предусмотрено строительство предприятия, более того, там на выходе будет, скажем так, не просто некий шлак, а будет электрическая энергия, тепловая энергия. То есть, да, в Татарстане большой вопрос с инвесторами по этой теме, но министерство меня заверило, что они обязательно учтут те соображения, которые мы подготовили, мы это обсуждали на региональной конференции, соображения по реализации схемы обращения с отходами, они обязательно будут учтены на дальнейших этапах, то есть схема может корректироваться, к ней должна быть в приложении программа региональная по обращению с отходами, и там появятся эти предприятия. И здесь очень важно, чтобы мы как общественность, вы как СМИ контролировали, чтобы как в случае с тарифами на перевозки, которые мы вначале проговаривали, чтобы обязательно была инвестор составляющая, чтобы мы не просто застроили область полигонами и завалили это все толстым слоем мусора. Федеральный закон однозначно говорит, разбирать, сортировать, утилизировать, и только хвосты так называемые захоранивать, ну которые просто не подлежат вторичной переработке. Звонят люди, знаете, там еще летом часто приходилось слышать, что нет никаких альтернатив, у нас нету ни инвесторов, ни технологий. Вот недавно была выставка энергосбережения, там был представлен биореактор по переработке, скажем так, отходов биологических, ну органики, в биогаз. Оказывается, у нас в Водичевском районе там эти реакторы в пилотном режиме уже работают. То есть как нет технологий, если вот они? Очень важный вопрос здесь, это те самые инвесторы, о которых ты говорила. Потому что когда приходил прежний губернатор Никита Белых, он говорил, я приведу инвесторов, будет у нас перерабатывающий завод. САХ в свое время говорил, мы хотели перерабатывать мусор, но вот нам тоже нужны деньги, да, денег неоткуда взять. Кажется, из нового правительства тоже доносятся такие сведения, что приведем инвесторы. Но что-то пока не видно этих инвесторов, которые вкладываются в такие большие перерабатывающие предприятия. С этим загвоздка в Кировской области не только в смысле новой отрасли мусоропереработки, а вообще мы это знаем. Откуда возьмутся эти инвесторы? Вот есть миф, что а, это дорого, б, у нас таких людей нет, обязательно надо привезти к кого-то. Порой это не так дорого, особенно когда речь идет о муниципальных, межмуниципальных полигонах, где небольшой объем отходов. И оказывается технологии эти есть. И в Кировской области есть люди, которые готовы деньги вложить. Потому что как только я в эту тему уже публично вошел, не в тему имена Сенцов одних, а в тему ТБО, начали выходить люди, которые просто просят пояснить им какие-то моменты, которые говорят, мы готовы строить, но нас не слышат. Не слышало предыдущее руководство. А они готовы строить полигоны или готовы строить переработку? Нет, 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 переработку. Вот буквально вчера отзванивался один из известных кировских предпринимателей, который сейчас находится, по-моему, в Тфире он сегодня находится. Мы знаем, что у него есть средства. Да. Ну что, это не какой-то миф и не кто-то, кто хочет побыстренько срубить денег на том, что... Да, и спасибо Боже. Я тут не выполняю функцию какой-то сводни, там совершенно это не в моих правилах, но люди выходят и просят просто посоветовать, потому что они знают, что я в эту тему нырнул, а я понимаю, что нужны такие объекты. И, как выяснилось, есть те, кто готов их строить. Важно учесть интересы и Кировской области, и жителей, и инвесторов в реализации этой схемы обращения с отходами. Не по-моему, федерал. Конечно, если это объект стоим в 4-6 миллиардов рублей, это стоимость мусоросжигающего завода, такого полноценного, да? Это тоже показания спланированы. Да. Это федерал. Но есть проекты небольшие, муниципальные, которые стоят, ну вот, мне цифру называли биореактора, те же порядка 30 миллионов рублей, но это решит историю с тем, что, вот, грубо говоря, помои, то, что мы дома или в столовых, или где-то не доели, они будут превращаться в биогасы. Уже часть мусора будет перерабатываться. Можно идти по этапу. Самое главное, есть, они стоят уже в Кировской области, просто люди, не были услышаны предыдущим руководством, потому что там, ну, эхо из того времени доносится, там была ставка сделана на то, чтобы очень крупная компания иногородняя зашла и села на Кировский рынок. Вот, а она так и не зашла. И не зайдет теперь. И не зайдет теперь. Это особое мнение Романа Титова, вице-спикера областного законодательного собрания, сопредседателя Кировского регионального отделения ОНФ. Мы прервемся на две минуты, реклама у нас сейчас, через две минуты снова в студии. Мы снова в студию, микрофон из Светланы Занько. Напоминаю, что вы слушаете особое мнение вице-спикера областного законодательного собрания Кировской области, сопредседателя Кировского регионального отделения Общероссийского народного фронта Романа Титова. Вот ваш коллега, правда, по городской думе, Алексей Кузьмин, предложил вместо учителей экономить на руководстве района. Я процитирую, чтобы пояснить, что он имеет в виду. Он считает, он комментировал инициативу правительства об ограничении компенсации учителям на оплату жилья и отмену выплат в 5000 рублей обладателю награды «Педагогическая слава» и другие решения в этом плане. Говорит следующее. Сэкономив несколько десятков миллионов рублей, мы получаем социальное недовольство среди уважаемых и авторитетных персон. Мы слышим от наших избирателей, какое возмущение ты вызвала, особенно в районах. Почему тебя спрашивают? Потому что ты в районах-то, конечно, бываешь. Можно сэкономить в том числе на административных расходах. В Кировской области есть так называемая система двоеглавия. Когда есть и глава района, и глава администрации, это два человека, которые имеют схожий функционал, ну и прочее. То есть, понятно, сократить, убрать этот двоеглавие, сократить персонал и высвободить деньги. Но не лишать достойных людей выплат. Знаете, недавно у вас в студии в Кирове был замечательный человек, который мне довелось в свое время и работать, и общаться совместно. Это Петр Щедровицкий. Был, да. Одна из вещей, которую я помню с 2000-х годов, сначала, даже с конца 90-х, когда мы с ним контактировали, это такая фраза. Если ты ставишь ошибочное понятие в начало суждения, у тебя получается ошибочный вывод в конце суждения. Вот что значит экономить на учителях? Давайте просто посмотрим бюджет, проект бюджета. В этом году по статье, о которой говорил уважаемый коллега, я так понимаю, это компенсация на ЖКХ запланирована 460 миллионов рублей. В следующем году 477 миллионов рублей. Никакой экономии нет. Речь идет совершенно о другом. Я просто в эту историю нырнул, опять же глубоко, и мы с коллегами по ЗАГС собранию раз пять, по-моему, с Дмитрием Александровичем Крудюровым сидели и разбирались с таблицами, потому что мы начали с чего? Крудюмов, исполняющий обязанности заместителя председателя. Да, я же просто говорю, я думаю, что их все знают. Начали с того, что пытались понять тарифы, тарифную составляющую, потому что оценили объем компенсации, масштабы Кировской области, откуда взялась там вот эта изначальная проектная прогнозная цифра 2400. Мы увидели, что эта цифра, она реально закрывает потребности педагогов в значительном большинстве муниципальных образований Кировской области. На пике у нас негатива, то есть сильно не попадает в эту цифру четыре муниципальных образования, зато Первомайский, Юрьянский район, Слободской район, Котельнический район. И есть несколько муниципальных образований, которые, скажем, выпячиваются. Начали раскрывать эти муниципальные образования, три увидели, что там есть котельные, которые дают стоимость, а тепло самое дорогое, да, стоимость гигакалорий 1200 рублей, а есть котельные, которые дают 4900, а есть которые дают 8 или 10 тысяч рублей за ту гигакалорию. И вот они дают пики по району. И, собственно говоря, с этого вышли на ту инициативу, которую Игорь Владимирович Васильев поддержал. То есть на следующей неделе как раз правительство должно отчитаться будет об анализе тарифов, о понимании того, откуда они берутся. А я могу сказать, откуда некоторые тарифы берутся. Во-первых, там есть котельные, которые за период строительства, их позиционировали как очень энергоэффективное, что тариф сильно упадет. В итоге он не только не упал, он вырос в два раза. Почему-то стоимость этих котельных за период строительства увеличилась, к примеру, на 70-100 миллионов рублей. И, соответственно, документы были подписаны предыдущим составом правительства на вот эксплуатацию. Дальше эта инвестсоставляющая раскладывается на людей. При всем при этом, когда... Это дело «Зенит» просто у нас. Да, когда начинаешь спрашивать инвесторов, о чем деньги-то взяли у вашей федеральной структуры? Они говорят, а целые две десятки процентов годовых. Практически, баром. Ребята, амортизацию раскладываете не на 5-8 лет, а на 20 лет вам ваши деньги ничего не стоят. И если мы разложим эту составляющую, потому что вот это удорожание, это предмет, извините, уголовно-правовой оценки. Нам сейчас важно отрегулировать сейчас это, а не по окончанию каких-то действий. Если эта инвестсоставляющая будет разложена на большее количество времени, тариф упадет. Можно я все-таки верну? А я сейчас еще в другую сторону. 5 тысяч рублей обладателем награды «Педагогическая слава» и двоеглавие в районах. Вот предложение Кузьмина-то было. Давайте вот здесь сократим, давайте уберем двоеглавие, уже сэкономим деньги, но не будем лишать премиальных выплат заслуженных людей. Я, Кузьмин-то, в курсе того, что у нас вообще двоеглавие, оно массово ликвидируется в районах. Процесс идет? Слушайте, вот Слободской район, в котором я избирался. Или это как-то по решению правительства? Он идет в соответствии с законодательством. И вот я беру Слободской район, было двоеглавие, был глава района, фактически руководитель Думы, который получал средства за эту деятельность, был глава администрации, контракт на нанятый. На сегодня двоеглавие ликвидированы. Сильно от него были проблемы. А кто там остался? Хомяков. Он кто? Он ранее был главой Думы, главой района. А теперь он глава администрации. Да, глава администрации, а глава Думы, он не получает деньги за свою работу. И это происходит прямо сейчас? Конечно. Это происходит повсеместно. То есть здесь коллегам, которые сидят в Кирове, надо смотреть. Но, знаете, там надо посмотреть на другую составляющую. Вопрос даже не в экономии, вопрос в справедливости. И вот этот принцип справедливости, это логика, которая заложена в логику правительственного закона. Ну разве справедливо решать людей, которые получили награду «Педагогическая слава», которых по пальцам сосчитать, которые там десятилетиями служили, 5000 рублей. Нет, я не про это. А я про это. Вот мы начали с другого. Мы начали с противопоставления, которое сделал Алексей Кузьмин. С одной стороны заслуженные учителя, их 5000 рублей, с другой стороны бюрократический аппарат. Нет, подождите, мы же это убрали. Бюрократический аппарат массово сокращается. Всё. То есть... Остаётся одна тема. То есть идёт сокращение. И вот с этими заслуженными людьми, которые теперь свои заслуженные премиальные не могут получить. Почему они не могут получить премиальные? У них, смотрите, во-первых, сохраняется основной объём компенсационных выплат, предусмотренных в том числе в федеральном законодательстве. Есть определённые моменты, которые региональные льготники, так называемые, которые были введены в совершенно давнее былое время и которых никто не трогал. Когда сейчас начали на этих льготников пристально смотреть, вдруг там начались какие-то общественные протесты. Смотреть надо глубже. Вот я начал про тарифы говорить, я вторую составляющую вам скажу. Как вы думаете, сколько средний расход домовладения по электрической энергии? Я вам подскажу. 5-7 тысяч рублей в год. Когда мы берём, вот у меня в руках перечень получателей в год, без адрес, без фамилии, когда у нас заслуженные люди получают компенсацию электронную 72 тысячи рублей в год, 54 тысячи рублей в год, 36, 44, когда педагоги, которым компенсируются так называемые услуги ЖКХ. Я правильно понимаю, вот сейчас мысль, которую нужно оформить и закончить, потому что у меня есть один важный вопрос, очень хочется, чтобы кто-то на него ответит. Что есть огромное количество, ну или не огромное, но ряд вот этих льгот, надбавок и премий, которые были, и часть из них есть необходимость убрать в любом случае. Конечно. Есть необходимость сохранить и обрезать тех людей, которые злоупотребляют, которые вместо 15 кубов дров в год, как их соседи, педагоги, получающие за 15 кубов дров в компенсацию, потребляют 54 куба. Это баню надо топить целую зиму, дом превратить в баню. Если вы думаете, что это частный случай, вот это огромное, это процент. И мы об этом говорили с профсоюзом работников образования, когда показали им цифры, говорим, от них надо переспредить нуждающимся, педагогам, которые не вписываются в эти 2400. Сейчас идет полный анализ, аудит и... Детальнейший. Да, и это не окончательное решение на самом деле. Это не 1200 рублей, которые пытались ввести для всех весной, и никто не мог объяснить, откуда 1200 рублей взялась, идет детальнейший аудит. То есть там просто люди уходят, сработают 24 часа... Да, я это вижу. Есть очень важный вопрос. Я думаю, что просто про тарифы и про все эти надбавки нужно взять отдельную тему. Согласен. И не разобраться, чтобы слушатели поняли, что делает сейчас правительство и что делаете вы. Невозможно там сейчас прямо все объять, это очень серьезная работа. Меня интересует город Киров сейчас. И ты, как житель Кирова, не можешь не погружаться тоже в эту тему. Естественно, все посмотрели все видеосюжеты про проверки на дорогах. Я имею в виду уборку снега. Естественно, все посмотрели, как правительство вышло ночью, чтобы и зашло в гараж, и не нашло снега на снегоуборочных машинах. Я имею в виду сейчас господина Мищенко, который это делал и удивлялся, что, собственно, где ваши машины на улицах. И понятно, что удивительным образом город все-таки очищается. Мы, как жители, говорим, что лучше, чем в прошлом году. А нам правительство, что может быть еще лучше. Вот на всем этом фоне вчера в особом мнении Елене Шмулевич, главному редактору новостного отдела РНТВ Киров, задавали вопрос. Считает ли она, что господин Перескоков, глава администрации города Кирова, в связи с этой ситуацией в ближайшее время покинет свой пост? Елена сказала, что вполне себе такое может быть. Во-первых, она говорит, что чистота и порядок в городе – это вопрос того, какой человек городом управляет. Это тот случай, я цифирую, когда человек красит место, а не место человека. А во-вторых, она говорит, что уход Перескоков и распоста головы города неминуем, так как новая команда формируется не только в правительственной области, но и будет сформирована в городе. Согласишься с такими утверждениями? Не соглашусь. То есть я соглашусь с общим посылом. И давайте вспомним, энное время назад, когда мне задавали вопрос, будет ли обращать внимание новая команда на город, я сказал да. Да. Действительно, эта тема реализуется. Почему? Потому что город – это лицо региона. Это одна из принципиальных позиций того же Игоря Владимировича Васильева, который я по делам вижу. Да, казалось бы, мелочи – городок на театральной площади. Казалось бы, мелочи, когда на выставке энергосбережения Мищенко подходит к производителям поставщика, поставщикам энергосберегающих ламп, и говорит, а вот можно сделать так, чтобы она светила нормально, потому что она, конечно, энергосберегающая, только светит неэффективно. То есть должно быть лицо региона. И я бы поэтому не сводил претензии областных властей к тому, как это лицо содержится, каким-то карьерным перспективам Александра Игоревича Перескока. Почему? Потому что вот когда он заступал на этот пост, и я говорил, что не буду давать авансов, посмотрим по делам, я вижу определенные эффективные действия Александра Игоревича Перескока. Я видел ее летом, когда мы взаимодействовали по тем же свалкам в заречной части города, по другим ситуациям. И здесь я вижу ее желание и готовность исправлять ситуацию. И сводить это к тому, что вот мы тут отставим и все поменяем. Ну, во-первых, там, извините, процедура отставок в муниципалитетах, она вообще очень сложная. Когда были в отношении главы одного из районов претензии по домам для детей-сирот, сформулированы в том числе прокуратурой, сформулированы в том числе в виде доследственной проверки, очень с трудом она ушла. И то по собственному желанию ее депутаты не могли снять. То есть это просто сложно. И мне кажется, она ненужная, потому что Перескоков находится на своем месте. Так, вот, это важно. Ты считаешь, что Перескоков на своем месте, это глава администрации города. А команда у него достаточно эффективная, на твой взгляд? Команда – это вещь мобильная. То есть она может пополняться, может не пополняться. По критериям, которые могли быть еще энное время назад, это могла быть команда эффективной. Сегодня вопрос есть определенный. То есть есть вызов со стороны областного правительства. Он мотивированный, мы все с ним согласны, честно говоря. Вопрос в том, как Перескоков перестроит работу внутри команды, уберет неэффективных людей, которые сегодня не соответствуют определенным критериям. И я думаю, Александр Викторович – человек мудрый, он это видит, и он будет команду переформатировать, в том числе. А правительство областное, видимо, ему поможет в этом? Я могу предположить, что есть разумное, понятное взаимодействие, скажем так. И мы же видим переток кадров. То есть вот один из нынешних замов Перескоков, он из областного правительства. Эффективный, не эффективный, другой мотив. Люди у нас найдутся, которые смогут там эффективно выполнять эти функции. И хотелось бы видеть, знаете, механизм, в том числе, мобилизации общественников, которые участвуют сейчас в реализации городских проектов, которые участвуют в контроле над дорогами. Вот хорошо, ты говоришь как надо, иди и делай. Мы вопрос общественного контроля запланировали сегодня к обсуждению, но, к сожалению, время закончилось. А все потому, что редко ходите к нам, Роман Альбертович, по-своему. Накопилось. Накопилось. Но у нас есть несколько тем, которые мы уже выносим на обсуждение. Это тарифы, и что происходит с аудит. Это поездка на форум ОНФ в Москву. И вот, наверное, действительно гражданский контроль, который надо было обсудить еще. Это большая тема, и я думаю, мы после гражданского форума ее обсудим с вами, может быть, с новым видением, с новым пониманием. Гражданский форум, напоминаем, на следующей неделе в городе Кирове с 24 по 26 на сайте общественной палаты уже есть все секции, нужно регистрироваться. Спасибо. Это было особое мнение вице-спикера областного законодательного собрания Кировской области, сопредседателя Кировского регионального отделения Всероссийского народного фронта Романа Титова. Спасибо. Хорошей поездки в Москву. Удачи всем.